Здравствуйте! Мы в прямом эфире в студии Олеся Акинфеева. О мерах социальной поддержки разным категориям населения сегодня мы поговорим с моими собеседниками. А это заведующий отделом обеспечения социальной гарантии Серпуховского управления социальной защитой населения Галина Евдокимова и заместитель заведующего отделом социального обслуживания населения по делам инвалидов Светлана Посухова. Здравствуйте, уважаемые гости! Очень рада вас видеть! Мы всем телезрителям напоминаем наш телефон прямого эфира 8 49 67 12 44 44. Звоните и задавайте вопросы, которые вас волнуют. Ну что ж, уважаемые гости, мы, наверное, с вами начнем с мусорной темы. Она сейчас очень всех волнует, потому что плата у нас... Новая услуга появилась, соответственно, плата совершенно другая. Кто имеет право на компенсацию платы за обращение с твердыми коммунальными отходами? Ну, пожалуй, наверное, я буду отвечать. Потому что расчетом компенсации по оплате за жилье и коммунальные услуги занимается мой отдел. Значит, вы знаете все об этом. Ну да, во всяком случае много. Значит, хочу повториться, что действительно с этого года плата за обращение с твердыми коммунальными отходами выведена в отдельную строку. И граждане получили новую оплату. Причем, хочу обратить внимание, что эта оплата раньше была в составе такой строки, как содержание и ремонт жилого фонда. Содержание и текущий ремонт, да. И вы, в общем-то, не замечали ее. Ну да. Поэтому вот эта плата немножечко тариф уменьшился, но выделилась отдельная строка по обращению с твердыми коммунальными отходами. Значит, право на эту компенсацию имеют все граждане, все льготные категории, у которых уже есть компенсация за коммунальные услуги. Это длинный список льготников? Это длинный список, но я остановлюсь на основных льготных категориях, чтобы наши жители понимали, кто это. Это ветераны труда, ветераны военной службы. Это инвалиды. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Это лица, пострадавшие от радиации. Это реабилитированные лица. Это многодетные семьи. То есть, я повторюсь, это те, у кого уже назначена компенсация за жилье и коммунальные услуги. Именно за коммунальные услуги, потому что эта услуга выведена в строку коммунальных услуг. И начиная с 1 января 2019 года уже эта льгота предоставляется в соответствии с теми процентами, которые компенсируются по данной льготной категории. То есть она не носит заявительный характер? Мне не нужно дополнительно какое-то заявление? Для тех граждан, которые уже являются получателями мер соцподдержки по оплате за коммунальные услуги, в принципе, никаких заявлений подавать не нужно. Это было сделано в автоматическом режиме. Может быть, люди не заметили. Почему? Потому что, я говорю, вывели из состава одной услуги и добавили другой. Поэтому в общей сумме, в принципе, люди мало чего увидели. Но эта компенсация уже назначается. А тем, кто, например, только сейчас приобрел инвалидность и попал в список льготных категорий граждан, им как быть? Нужно приходить в соцзащиту? Ну, вот смотрите, как это происходит. Если у человека появляется какая-то льготная категория, дающая право на меры соцподдержки по оплате за жилье и коммунальные услуги, значит, у него есть основания подать в наш адрес заявление. И, естественно, не надо подавать отдельно на какую-то меру соцподдержки. Если человек подает заявление на компенсацию за коммунальные услуги, значит, автоматически будут учтены все коммунальные услуги, подлежащие компенсированию. Ну, я их перечислю. Это отопление, свет, вода, газ, водоотведение. И теперь уже вот эта коммунальная услуга, обращение с твердыми коммунальными отходами. Вот, поэтому тем, у кого уже есть, либо у кого есть льготная категория, дающая право на компенсацию за коммунальные услуги, эта мера соцподдержки будет назначаться в соответствии со всеми ранее принятыми правилами. Значит, но закон Московской области, законодатели Московской области предположили, что надо круг лиц, кому эта мера соцподдержки будет полагаться, расширить. Это, так называемая, дополнительная мера соцподдержки и вынеси, и она будет предоставляться следующим категориям граждан. Это пенсионерам, достигшим пенсионного возраста и неработающим в размере 30%. Пенсионерам, достигшим возраста 70 лет и старше, это 50%. Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, это 100%. Как это можно понимать? То есть, если гражданин уже является получателем мер социальной поддержки по коммунальным услугам, ну, например, по основанию ветеран труда. То, сколько бы ему ни было лет, ему эта компенсация уже назначена. Но если до сегодняшнего дня у человека нет никаких мер социальной поддержки, он обычный пенсионер, неработающий, которому исполнилось, ну, предположим, там 65 лет, то эта мера соцподдержки ему будет предоставлена. Предоставлена с какого периода? Согласно закону Московской области, который внес изменения в действующее законодательство, мера соцподдержки будет предоставлена с 1 января 2019 года. С перерасчетом, ну, сейчас у нас уже с вами апрель. Законы приняли только вот недавно, в окончательном варианте определили годные категории. Но если гражданин был зарегистрирован в нашей базе данных, некоторые думают, был я или не был. Самое простое, почему я был, если у меня есть, например, социальная карта на руках. Я езжу, либо я получаю какую-то доплату от органов соцзащиты. Значит, этим гражданам эта мера соцподдержки будет предоставлена и пересчитана с 1 января 2019 года. То, о чем я сказала, коснется, еще раз делаю такой акцент, коснется только тех, у кого ничего нет. Единственная категория, которая добавится, это однозначно добавится, это лица старше 80 лет. Чаще всего у этих граждан уже есть какая-то льготная категория в размере 50%. Ну, например, инвалид, у него уже есть меры соцподдержки, как у инвалида 50%, но исполнилось 80 лет. Значит, соответственно, ему автоматически добавится еще и дополнительная выплата, которая, в конце концов, в общей сложности будет равна 100% от оплаты за мусор. Но хочу... Галина Анатольевна, можно я вас привык, потому что уже есть звонок от телезрителей, мы с вами продолжим. Ответим на вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот почему соцзащита сразу не указывает льготу на коммунальную услугу? Значит, получается, что мы платим полностью, а потом наши же деньги возвращают у меня два инвалида и многодетная семья. А с этих наших же денег, с моих, то, что я оплатила, с этих денег мне возвращают какой-то процент за коммунальную услугу. Когда это в Москве пишется сразу, значит, начисление минуса льгота и того, к оплате уже за минусом льготы. Почему у нас такого нет? Спасибо за звоночек. Я, в принципе, поняла ваш вопрос и все-таки хочу вас направить к законодательству. В настоящий момент любые меры соцподдержки предоставляются в виде компенсации. Что такое компенсация? Сначала гражданин несет расходы по оплате за услуги, а потом, в соответствии с льготной категорией, ему возвращаются эти средства. Поэтому на территории Московской области, в принципе, принято решение, что это будет компенсация. Каждый, согласно федерального законодательства, законодатель определил, что каждый субъект вправе сам установить, как он будет предоставлять меры соцподдержки. Поэтому в сравнении с Москвой, там приняли решение, что это будет в виде снижения платы. У нас на территории Московской области принято решение, что это будет в виде компенсации. Причем, что снижение платы, что компенсация рассчитывается согласно действующих законов, по нормам действующего законодательства. Поэтому, на мой взгляд, особой разницы здесь, наверное, нет. Но у граждани, действительно, до 2009 года у нас была вот такая система снижения платы. Но в 2009 году, в октябре, поменялись законы и перешли именно на компенсационные выплаты. И та мера соцподдержки, с которой мы начали, она будет тоже нести компенсационный характер. Чаще всего просто звучит, я не должен платить. Нет, платить гражданин обязан. А мы обязательно, согласно действующего законодательства, вернем ему все денежки, которые полагаются. Могу уточнить, речь идет о добросовестных плательщиках. То есть, если человек не оплачивает жилищно-коммунальные услуги, то и нет компенсации никакой. Нет, конечно. Значит, те же нормативно-правовые акты, они закрепляют такую норму, что если гражданин в течение трех месяцев не оплачивает жилищно-коммунальные услуги, то выплата компенсации приостанавливается и возобновляется только с момента полного погашения долга. Либо с момента, когда этот гражданин заключит соглашение о погашении долга и будет его выполнять. То есть, да, законодатель предвидит такую ситуацию, что возможно, что кто-то попадет в трудную ситуацию. Ну, бывает такое. Всякое бывает в жизни. В этом случае, наверное, есть смысл заключить соглашение и выполнять его условия. И тогда мы продолжим платить компенсацию. Вот такой подход к оплате за информирование. Еще одно уточнение. Каким образом заявление подается на предоставление компенсации? Через МФЦ, через госуслуги? Либо это прямые заявления в отдел соцзащиты? Ну, согласно сегодняшних правил и норм, заявления на компенсацию по оплате за жилье и коммунальные услуги в основном гражданами подаются посредством портала государственных госуслуг Московской области. В принципе, этот ресурс доступен. Это удобно. Какие они могут пользоваться? Совершенно, правильно. Дедушка, каким образом? Значит, я присоединюсь к Галинине Антольевне. Действительно, у нас заявления идут через портал государственных услуг Московской области. Ну, и, конечно же, вопрос интересный, что делать с гражданами старшего поколения или граждане, которые попали в трудную жизнь ситуацию, которые не имеют, скажем, компьютера. Поэтому, конечно же, в многофункциональном центре у нас дежурят сотрудники соцзащиты, которые вместе с сотрудниками МФЦ помогают подавать заявления через портал государственных услуг. Там есть гостевые компьютеры. Но если граждане являются получателями социальных услуг, дома ветеранов, центра репутации инвалидов Меридиан, центра для несовершеннолетних, то к услугам граждан наши специалисты в этих учреждениях. Вот, у нас есть там курсы, которые можно пройти, и наши специалисты помогут подать и научат подать любое заявление на портал. Надо сказать, что у нас практически все заявления на семеро соцподдержки подаются через портал. Ну, и как раз-таки к коммунальным платежам и к тому, что хотелось бы тоже напомнить. Можно только, да, сейчас прерву, у нас есть звонок. Да, и человек давно ждет. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, девушка. Добрый вечер. Будьте добры, у меня такой вопрос. Я являюсь инвалидом второй группы по профзаболеванию. И вот к мешочке на кварплату мне приходит 0 год, я там своих не вижу. То есть ни засвета у меня нет. Понятен, да, вопрос? Я платил 100%. Хорошо. Какие льготы мне положено? Спасибо за звонок. Ну, наверное, это мой вопрос. Значит, вернусь к тому, что в квитанциях об оплате действительно в свое время существовала такая графа льготы. Сейчас она пустая. Потому что все это переведено в виде компенсации. Но начиная, наверное, с ноября месяца, значит, в квитанциях МОСОБЛ ЕРЦ под начислениями появилась строка, где тоже можно увидеть, из чего сложились меры соцподдержки гражданина в общей сумме. Ну и там, скажем, сколько за свет в этой общей сумме, сколько за отопление, сколько за газ. Как быть, наш телезритель не получал эту услугу, потому что не обращался за ней? Ну, тут вопросов несколько. Надо уточнить. Значит, желательно уточнить, почему. Значит, вернемся к тому, что любая мера соцподдержки носит все-таки заявительный характер. Ну, если мы берем, например, компенсацию за жилье и коммунальные услуги. У человека появилось право, инвалидность. Он подает заявление. Это заявление рассматривается. И если у гражданина нет ни долгов, ничего, и в дальнейшем нет никаких долгов, то там ежемесячно ему выплачивается компенсация. Вот по конкретному гражданину желательно посмотреть, что же происходит. Может быть, он действительно не подавал заявление. Ну, если он нас сейчас слушает, может быть, он перезвонит, оставит свои координаты. Совершенно правильно. Мы все посмотрим, проверим и свяжемся с этим гражданином, чтобы пояснить ему, что же происходит. Мы не подсказываем, что он оставил все свои координаты, мы тогда вам передадим. Обязательно, да. Светлана Владимировна, я вас прервала чуть-чуть про госуслуги, да? Также хотелось бы обратиться к всем жителям нашего города, что теперь доступен личный кабинет МОСОБЛ РЦ, где как раз-таки можно посмотреть все начисления, можно передать показания счетчиков. И данные услуги тоже в Доме ветеранов и в Центре репутации инвалидов Меридиан обучают гражданам пожилого возраста. Это очень удобно, не выходя из дома, даже произвести оплату. Поэтому призываем всех пользоваться услугами наших социальных учреждений и как раз-таки уже быть подкованными в этом плане. Скажите, мне любят разные ситуации. Вот одиноко проживающий пенсионер, он ходячий, но передвигается буквально до магазина и до дома. Никакими услугами в учреждениях социальных он не пользуется. Вот как ему будет получить эту компенсацию? Вы знаете, нужно обратиться в срочную службу. У нас есть отделение срочной службы Серпховского городского дома ветеранов, которое находится по адресу 1 Московской улицы, дом 24, телефончик 726567. Туда нужно обратиться. Наши специалисты выйдут, возьмут необходимые документы, произведут... То есть обязательно окажется помощь им? Да, окажется, конечно. У нас есть такая срочная помощь. Поэтому никто не окажется без внимания и без льгот. Если это положено, мы поможем это сделать. Очень хорошо. Так, ну с мусорной темой мы вроде с вами так разобрались вдоль и поперек, да? Дальше мне хотелось бы затронуть тему. В законодательстве у нас появилось понятие предпенсионный возраст. Люди предпенсионного возраста какими-то льготами пользуются или нет? Да. Пользуются какими? Ну, хотелось бы обратить внимание, что меры предоставляются довольно-таки много. Но предоставляется, вот хотелось бы обратить внимание, что это лицам, достигшим возраста 60-50 лет, соответственно, мужчины и женщины, которые имеют страховой стаж, который необходим для назначения страховой пенсии. А какой это стаж, напомните? Это нужно уточнить в пенсионном фонде. Да, почему? Еще 10 лет. Да, значит, если у нас гражданин достиг этого возраста и ему пенсионный фонд, да, справочка, что он является гражданином предпенсионного возраста, вот только тогда мы можем предоставить следующие меры соцподдержки. Ну, бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области предоставляются гражданам предпенсионного возраста, которые имеют звание ветеран труда, которые награждены знаком почетный донор и также лицам, которые не имеют никаких льгот. Вот. Для всех вышеуказанных категорий также предоставляется еще такая мера социальной поддержки, как проезд на железнодорожном транспорте, кроме скоростных и скоростных поездов повышенной комфортности. Но надо также сказать, что, например, если мы говорим о лицах, награжденных знаком почетный донор, то меры социальной поддержки проезда по железнодорожному транспорту и на автомобильном транспорте городском предоставляются и до наступления предпенсионного возраста. То есть вот это нужно как бы обратить внимание. И если рассматривать вопрос предоставления льгот по жилищно-коммунальным услугам, то нужно сказать, что также для лиц, которые достигли предпенсионного возраста и имеют звание ветеран труда либо лиц, награжденный знаком почетный донор, вот также предусмотрена ежемесячная денежная компенсация в размере 50% стоимости коммунальных услуг, а именно холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами. Ну, для лиц, которые достигли пожилопредпенсионного возраста и имеют статус ветерана труда, Также еще дополнительно предусмотрена 50-процентная плата за занимаемую площадь жилого помещения. Ну, наверное, спросите, а вот что делать лицам, которые не имеют льгот? То есть они не имеют ни звания ветеран труда, ни почетный донор, но как бы уже достигли предпенсионного возраста. Для этих граждан предусмотрена ежемесячная денежная компенсация в размере 100% платы за занимаемую площадь. Но здесь есть оговорочка. Это относится только к гражданам, одиноко проживающим, и которые имеют доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области. И немаловажными мерами социальной поддержки являются бесплатные зубопротезирования и предоставление санаторно-курортного лечения. Но надо сказать, что для лиц предпенсионного возраста, имеющих звание ветеран труда, бесплатные зубопротезирования предоставляются без учета доходов. А для лиц, которые не имеют льготного статуса, предоставляется эта мера соцподдержки, если только доход не превышает 22 842 рубля 50 копеек в настоящее время. Это составляет 2,5-кратная величина прожиточного минимума для пенсионера. Светлана Владимировна, можно прервот? Можно, конечно, конечно. Вопрос задать. Здравствуйте. Добрый день. Да, задавайте вопрос. Меня зовут Анна. Я хотела бы спросить по поводу компенсации льготной категории, конкретно мы многодетная семья. А вопрос в следующем. Я обычно контролирую те выплаты, которые я получаю, то есть учитываю периодически, там сверку разную провожу. И вот в квитанции за январь нынешнего года, который пришла квитанция ЖКХ, там я видела такое, ну, внизу мелким шрифтом, за какую услугу, сколько мне компенсировано. Да, это было единственный раз в квитанции за январь. Следующие квитанции за февраль уже, я такой статьи просто не вижу. Это вот какой-то сбой или поменяли формат квитанции опять. Будет ли такое всегда в квитанциях? Если такое не предусмотрено, то как-то можно, может быть, разом приезжать в СОЗ. Скажите, пожалуйста, а в МОСТОБЛ ЕРЦ вы не обращались за разъяснением? Конкретно сейчас нет, потому что в последнее время очень часто меняют формат квитанции за переходом на МОСТОБЛ ЕРЦ. Просто пока вот именно жду. И с твердыми коммунальными переходами, естественно, таких не было. Спасибо большое. Нужно ждать разъяснений или идти в нужном МОСТОБЛ ЕРЦ? Что происходит? По большому счету никуда ходить не нужно. Предлагаю также оставить свой контактный телефон. Потому что вот эта строка, которую мы упомянули, это только началось в нашем городе. В других городах это давно уже туда попадает информация о наших расчетах. Причем она попадает, ну, скажем так, минуя нас. Мы производим расчет, а именно инфообмен между нашим единым выплатным центром и МОСТОБЛ ЕРЦ позволяет расшифровку поступивших платежей именно разместить в квитанции. Почему не... Вот в этом случае необходимо посмотреть, был ли в принципе платеж, может быть, там было продление, там у многодетных семей есть ограничения, там, в какой период предоставляется эта мера соцподдержки. Может быть, там был какой-то перерасчет. А может быть... Мы ждем, чтобы нам оставили все данные и данные перерасчетные. Да, желательно, потому что это вопрос такой вот конкретный, надо посмотреть. Очень индивидуальный, да. Это раз. И второе, я хочу обратить внимание. Значит, когда вы читаете эти квитанции, вот эти разъяснения, там написано, например, за январь. Ну, читать надо немножечко по-другому. Мы сами с этим столкнулись. Не за январь, а в январе. То есть те выплаты, которые проведены были именно в январе месяце. Вот. Ну, к этому надо еще и привыкнуть, потому что мы где-то учимся этому. Все время нужна адаптация с изменением законодательства. Да, потому что вот эта информация стала попадать в квитанции. Ну, и нам самим было вот тоже порой немножко непонятно, что происходит. Потом сделали вот сверку, поняли, что туда попадает. И сейчас разъясняем гражданам. Поэтому вот по конкретному случаю лучше, конечно, посмотреть отдельно. Что и чего происходит. Есть еще один звонок от телезрителей. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Я бы хотела такой вопрос разъяснить. Я являюсь инвалидом третьей группы. Но прописана я в Москве. Но проживаю здесь, в Серпухове. Есть регистрация. Могу ли я подать на льготы по жилью, вот на компенсацию здесь, по месту проживания, а не по месту прописки? Угу. Хороший вопрос. Ну, это опять вопрос ко мне. Значит, действительно, мы можем предоставить меры соцподдержки именно по месту пребывания. Если у человека есть официальная регистрация по месту пребывания. Но в этом случае он лишается полностью всех мер соцподдержки по основному месту жительства. В городе Москве. То есть меры соцподдержки будут предоставлены только в том случае, если там аналогичные меры соцподдержки не предоставляют. Ну, тогда люди должны посмотреть приоритеты. Да, приоритеты. Приоритеты посмотреть, что и как. Чтобы не получилось так. Если у кого-то есть мысль, что можно в двух местах, нет. Закон этого не позволяет. Позвольте, я вам зачитаю вопрос, который до эфира у нас поступил. Значит, женщина задает вопрос. Она получает социальную пенсию. Будут ли ее доводить до размера прожиточного минимума? Вот можете прокомментировать. Ну, я могу прокомментировать то, что есть уже сегодня и реализуется на территории Московской области очень давно. Значит, существует такая выплата. Региональная социальная доплата к пенсии. Которая доводит материальное обеспечение пенсионера до определенной величины. Эта величина устанавливается ежегодно, законам Московской области. И на сегодня она равна 9908 рублей. Но это не просто доплата к пенсии. Это доведение материального обеспечения пенсионера. Вот если рассматривать конкретный пример, ну, предположим, обычный пенсионер. Что входит в его материальное обеспечение? Значит, в его материальное обеспечение входит его пенсия. Входит наличие проездного документа, который есть на руках, который может быть наполнен, ну, разными видами проездов. На сегодняшний день при полном, как бы, комплекте. Человек старше 60 лет. Ездит на электричках. Ездит по городу Москва. Ездит по Московской области. Эквивалент стоимости вот такого проездного документа порядка 800... 858, по-моему, или 59 рублей. И вот когда все сложится, если еще вот этот вот пенсионер, ну, скажем так, будет получать компенсацию за мусор, это тоже будет его материальное обеспечение. У этих пенсионеров, одиноко проживающих, не работающих, старше 70 лет, есть право на компенсацию за капитальный ремонт. Это тоже будет материальным обеспечением. И когда это все вместе сложится в деньгах... В общем, это очень сложный математический пример. Кстати, это самый простой математический пример. И когда все это определится, и будет проведено сравнение с вот этой величиной 9,908, разница будет выплачиваться гражданином. Насколько я понимаю, вопрос у вас все-таки касается того поручения, которое дал нам наш президент, кабинет у министров, разработать вот эту систему, как повысить все-таки благосостояние пенсионеров. Вот в этой части я прокомментировать ничего не могу. Потому что все вместе, да, так же, как и граждане, мы ждем законодательных актов, чтобы как минимум ознакомиться с ними и понять, что же, в какой момент будет. Тогда будет возможность уже более предметно поговорить. А вот региональная социальная доплата к пенсии, она существует. В нашем городе ее получает много людей, причем вот эта величина, до которой доплачивается, ежегодно индексируется. В прошлом году она была 9,527, в этом году 9,908. Еще один есть телефонный звонок у нас. Здравствуйте. 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 Да, задавайте вопрос. Я ветеран труда, год рождения, 1959 июля. Вот я прибыл сегодня в соцзащиту, мне сказали, что мне льготы не положены, пока я не начну получать страховую пенсию, которая продлена у меня на полгода. Это значит, получается, ноябрь, ой, январь 2020 года. Как это объясняется? Галя Анатольевна, ваш клиент? Мой клиент. Но, насколько я понимаю, гражданин, который задает этот вопрос, он уже пенсионер. Либо силового ведомства, это военный пенсионер, либо вот, ну, милиция наша, те граждане, которые вышли на пенсию раньше по выслуге лет. Ну, я их называю силовиками, да. Вот у этих граждан понятия предпенсионного возраста нет, по той причине, что они уже по факту сегодня пенсионеры. Поэтому все меры соцподдержки у них относятся на момент, когда у них появится право на назначение страховой пенсии по старости. Причем здесь никто не будет обращать внимание, назначена пенсия или нет. Факт здесь по возрасту, дающему право на назначение этой пенсии. Эти нормы прописаны в законе давно. То есть нельзя получать абсолютно по всем направлениям? Да, предпенсионером признается тот гражданин. Ну, вернее, можно предоставить меры как предпенсионеру только тому гражданину, который на момент прихода к нам не является пенсионером. Ну, из этой ситуации выход один. В принципе, мы, конечно, интересовались этим. Если гражданин откажется от своей пенсии, то его можно будет признать предпенсионером. Но я думаю, что это не тот вариант. Предостижение, да, 60 лет опять же. Да, то это не тот вариант, который может кого-то устроить. Потому что пенсия все-таки это гораздо больше, чем наши меры соцподдержки. Но хочу вот этому молодому человеку, раз он еще не предпенсионер, все-таки обратить его внимание, что без внимания государству он не оставлен. У него уже сегодня, как у пенсионера силовых ведомств, есть право на проездной документ. Это социальная карта, которая, если у него доход ниже определенной удвоенной величины прожиточного минимума в Московской области на душу населения, у него будет право проезда, ну, есть доход, у него доход, ну, предположим, та же пенсия одна, да. Мы сравниваем, и тогда ему будет предоставлено право проезда на общественном транспорте Московской области, на же по железной дороге и плюс по городу Москва, потому что ему уже исполнилось 60 лет. Если нет доход выше, ну, слава богу, у человека есть пенсии, он еще продолжает работать, тогда, безусловно, можно претендовать на проезд по железной дороге и по городу Москва. Поэтому предлагаем обращаться к нам, ну, также посредством портала Госуслуг, потому что считаю, что это молодые люди, которые справятся с этим. И выпускать социальную карту вот с теми проездами, про которые я сказала. Хорошо. Уважаемые гости, у нас остается совсем немного времени, но у нас еще есть одна очень важная тема. Это выплаты на осуществление ухода за инвалидами первой и второй группы. Вот можно вкратце, кому они назначаются и при каких условиях. Значит, здесь у нас три этапа в назначении данной меры соцподдержки. Первое – это самое важное признание гражданина нуждающимся в стационарном социальном обслуживании. Вот. Второе – это обучение граждан, которые возьмут на себя обязанности осуществлять уход, пройти обучение. Это очень важное именно обучение, да? Да, пройти обучение в школе ухода. Значит, тоже быстро скажу, что это на базе Серпуховского городского дома ветеранов восьмичасовые бесплатные курсы. Ну и затем, конечно же, это назначение меры социальной поддержки. Назначаются это меры социальной поддержки гражданам от 18 до 65 лет, если они не обучаются очно или очно-заочно, не являются инвалидами. Ну и, конечно же, наверное, нужно сказать, что учитывается тот факт, если, например, дети в силу закона должны осуществлять уход за нетрудоспособными родителями, то, конечно же, в этом случае тоже вопрос будет рассматриваться комиссией министерства. Почему? Потому что есть в Семейном кодексе статья, что трудоспособные дети должны ухаживать за своими родителями. Выплата составляет в настоящий момент 18 200 рублей. Назначается она на 6 месяцев. Очень важно, что гражданин, помимо того, что он должен пройти школу ухода, также он должен предоставить справки о том, что у него нет судимости, предоставить справки из наркопсиходиспансера, туберкулезного диспансера. И тогда в случае, если комиссия министерства будет человек признан инвалид нуждающимся, но, знаете, многие признаны, но не хотят ехать в интернат. И вот если человек откажется и найдется тот человек, который будет за ним ухаживать, то мы будем рассматривать. По всем вопросам мы предлагаем обратиться в управление соцзащиты в кабинет 112. Все обстоятельства мы изучим, расскажем, дадим перечень документов. Вот, в общем-то, все индивидуальные случаи рассматриваются. Буквально три минуточки, есть еще один телефонный звонок. Давайте ответим, да? Здравствуйте. Здравствуйте и задавайте вопрос, чтобы успеть. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Ивановна. Так, Наталья Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Задавайте вопрос. Вот, по достижении 70 лет мне выплачивали 700 рублей. Алло. Да, да, мы вас слушаем, говорите. Мы уже поняли вопрос, можем ответить. С января месяца эта выплата прекратилась. Да. Почему? Данная выплата не прекратилась. Данная выплата была, значит, прописана законодателем с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. Вот, поэтому этот закон был принят на 3 года, и последняя выплата прошла в декабре 2018 года. Все понятно. Что мы не успели чуть-чуть рассказать? Не успели, да, прям буквально. Это самое главное. Самым важным условием является совместное круглосуточное проживание с инвалидом и лица, который будет за ним осуществлять уход. То есть, если к нам уже приходили люди, говорят, я хожу, я племянник, вот, хожу к дяде 3 раза в день, вот, так, как бы, не получится у нас. То есть, обязательно проживание? Да, обязательно проживание. Еще один такой момент. А если соседи заметят, что на самом деле никакого ухода нет? Да. Значит, у нас плановые проверки один раз в месяц, и внеплановые по звонкам, либо, значит, мы сами выезжаем, и в случае, если будет выявлен ненадлежащий уход, то выплата будет снята с этого гражданина. Но обязательно все звонки обрабатываются? Обязательно. Кто-то позвонил, вот тут просто насолить. Ну, что насолить, в любом случае мы выезжаем, должны переговорить с инвалидом. Если, как бы, не подтверждается, естественно, как бы, мы берем на контроль, вот, но выплата не снимается. Но если подтвердится факт недолжного ухода, то выплата будет прекращена. На какой срок она вообще назначается? Назначается она на 6 месяцев. Вот, и по истечению 6 месяцев, тот человек, который осуществляет уход, должен подать опять полный пакет документов и повторно пройти, значит, обучение в школе ухода, для того, чтобы дальше осуществлять. А что это обучение предполагает? Ну, многие, наверное, недоумевают. Что требуется от человека? Вы знаете, здесь действительно будут рассматриваться вопросы о старении человека, что происходит с его памятью, как заметить, что у человека есть какие-то отклонения. Вот, это, знаете, от волос кожи и до пищеварительной системы будут рассказывать на этих курсах. Ну, и, конечно же, как осуществить уход за тяжело больным человеком. Особенно если он лежачий. Спасибо вам большое, что вы сегодня были на эфире, ответили на все вопросы. Я так понимаю, что времени не хватает. Наверное, еще огромное количество было бы вопросов. Снова ждем вас в гости. Спасибо. Спасибо и до новых встреч. Спасибо всем. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok